привет с вами команда mfg и в данном уроке мы рассмотрим пример создания изолента для магазина k12 и делать мы будем ее в marvelous дизайнере значит какие приготовления должны быть сделаны перед тем как мы будем экспортировать данный магазин marvelous значит во первых проверить нужно нормально это первое второе не имеет ли какой-либо объект который вы хотите экспортировать в marvelous дизайнер толщины если толщины не будет то симулируется та ткань которую мы будем симулировать она у нас будет просто улетать в космос и мы ничего с ней сделать не сможем третий момент это то где находится данный объект который мы будем экспортировать в marvel дизайнере по дефолту если мы будем экспортировать объект туда который находится за чертой нуля координат то есть находится чуть ниже то он будет у нас просто находиться под полом и мы не сможем никакую ткань симулировать на нем поэтому нам объект этот нужен приподнять немного плюс есть еще один момент который нужно помнить если мы экспортируем это в бриксе то данный объект ну то бишь наш рожок точнее 2 нам нужно будет в несколько раз его увеличить не знаю с чем это связано получается так что мы его приподнимаем над нулем координат увеличиваем и после этого экспортируем уже в marvels и еще один момент который нужно помнить геометрия магазин довольно таки детальная у меня есть подозрение о том что ткань которую мы будем симулировать она будет некорректно отображаться то есть нам нужно что-то более простое кстати забыл еще один важный момент если на объекте которую будете экспортировать marvels находятся какие-то отверстия незакрытые то это тоже может привести к некоторым проблемам это все нужно закрывать вот и помимо того что у нас будет здесь сложная геометрия сделал болванку которую буду использовать если она практически идеально подходит под эту геометрию с исключением некоторых моментов но я думаю это не так критично будет ну и собственно после того как мы это экспортируем перейдем уже непосредственно marvels designer также хочу напомнить о черной пятнице которая проходит данный момент на нашей платформе скидки будут действовать до 26 ноября включительно и после приобретения курса у вас будет личный кабинет техподдержка куратора и неограниченный доступ по времени прохождения курса плюс не забывайте подписываться на группу вконтакте где проходят так называемые голодные игры за победу в которых вам будут начисляться монеты и эти монеты вы можете потратить на какие-либо из курсов то бишь накопить себе какие-то персональные скидки на курс который вам понравится и так экспортируем сюда наш объект файл импорт добавляем fbx понятия не имею почему у нас он с кривым шейдингом но собственно окей разберем как пользоваться марвел дизайнер если в первый раз правая кнопка мыши по дефолту это вращение вокруг объекта средняя кнопка мыши это перемещение камеры и что у нас еще остается shift правая кнопка мыши тоже вращение ну собственно ничего в принципе такого сложно средняя кнопка мыши колесико это прибавление увеличения когда мы тыкаем левую кнопку мыши по объекту гизма появляется можем его перемещать и где-то тут мы должны увидеть наш объект который чуть повернут неправильно давайте его примерно поставлю под 90 градусов чтобы было удобно работать вот как то вот так я думаю пойдет ну ладно значит в 2d окне мы выбираем параметр rectangle то есть мы создаем ткань которая у нас будет иметь форму четырехугольника и зажатая левая кнопка мыши рисую и примерно вот таким вот образом выбираю ткань поворачиваем 90 градусов зажатым шифтом подниму ее и примерно так вот поверну можно сделать в принципе два варианта изоленты один будет где-то вот около замка магазина и где-нибудь тут тогда нам нужно будет чуть уменьшить в принципе это можно сделать кнопкой transform тяну зайти точки и уменьшаю нашу изоленту но если это синий изолент скорее всего она будет достаточно тонкая если мы допустим делаем изоленту какой-то более толстую в плане ширины первый вариант мне приходит она по-моему серого какого-то такого темного цвета очень часто ее используют в американских фильмах ну допустим что нас такой вариант устраивает нажимаю кнопку симуляции у нас изолента падает плашмен на наш объект пока у нас симуляция включена я не могу могу и чуть подвинуть хотя бы вот так вот значит что нам еще нужно будет делать параметр particle distance он у нас отвечает за количество геометрии на нашем объекте мы можем нажать сюда кнопка mesh и увидеть количество полигонов которые у нас присутствует на данном объекте для начала я поставлю 10 чем меньше это значение particle distance тем больше геометрии у нас есть для тех кто будет потом ретопать это в принципе ретопать не в marvel's дизайнере то есть такая функция pkm quad triangulate и у нас получаются такие относительно ровные четырехугольники конечно не идеал но лучше чем уже было значит ну давайте пока 8 поставлю чтобы чуть побольше было наверное верну к этому к изначальным значению потому что ретопологии мы не успеем рассмотреть слишком много времени зайдет и вернул отображение меша как такого так следующий момент который нам понадобится это колизия то есть это то расстояние до объекта который у нас будет между нашей тканью в нашем случае изоленты и мешан который мы экспортнули обычно поставим сюда один миллиметр нажму на симуляции у нас она проигралась заново и что нам еще нужно поменять вот эти два параметра в принципе с ними можно довольно долго играться пусть будет здесь например 95 здесь у нас будет например 92 но в этом где-то значение и параметр pressure нам нужно поставить какое-то негативное значение давайте попробуем минус 5 значит у нас я так вижу давайте на ноль теперь поставим минус 5 и мы видим как у нас она прилипает к нашему объекту но мы видим что у нас не хватает длины мне кажется с этой стороны если я буду увеличивать то нет другой симуляцию провожу еще подвину чуть-чуть давайте добавим еще несколько оборотов ну хотя бы один еще пусть будет она немного так криво добавит какого такого небольшого реализма что это все не какие-то роботы делали ну конечно мало но так чуть-чуть еще вряд ли это хватит для того чтобы скрепить наши магазины так ну и собственно давайте добавим каких-то элементов которые у нас будет запекаться значит particle distance я уменьшу до 6 чтобы результат был получше включу отображение симуляция и наверное попробуем сначала на gpu это сделать если результат нас не будет устраивать то перейдем на процессор более точный результат дает выбираю какой-либо участок поднимаю данный кусок геометрия и жду пока у меня подтянется следом за ним небольшая геометрия которая рядом стоит так давайте вот тут например тут немного так давайте еще с параметрами давайте 90 может быть поставим так то у нас все распрямляется слишком быстро мне это не нравится так ну принципе у меня здесь устраивает элемент вот тут можно так нужно что-то с настройками сделать надо подумать и так значит к чему я пришел настройки меня такие здесь 95 93 1 миллиметр и давление минус 6 значит какой workflow можно будет использовать потому что до сих пор даже с такими настройками пытаясь что-то засимулировать он расправляется как бумажный лист наверное правильнее будет поступить выбрав здесь булавку pinbox и пока мы выбрали эти булавки между прочим с control зажатым можем убирать их там где они нам не нужны ну собственно уберу их пока что где я попробовал нарисовать так не видит булавку ну значит берем какой-нибудь точку в принципе любую поднимаем ее в какой-либо проекции где нам захочется ну и собственно пока у нас идет процесс симуляции можем регулировать данный процесс что-то вроде тут можно принципе так оставить вроде бы ничего вот так он вроде интересно выглядит потом посмотрим как у нас будет партикл деснасу уровень 6 я думаю будет смотреться хорошо так ну и тут мне бы хотелось увидеть какие-то складки пожалуй мне кажется тут лишние ну так вроде и ничего так выбираем снова пункт select и давайте теперь вместо 8 поставим 6 побольше геометрии будет запускаю симуляцию все у нас остается на месте как мы и хотели можем свободно двигать данные булавки смотреть как нам нравится не нравится тут например подвигать это все так ну и что у нас давайте наверное еще одну изоленту куда-нибудь сюда намотаю создам еще один элемент в роли изоленту ну для начала такой чтобы у нас отличалась этот изолента добавлю для нее цвет где нас можно поменять ты его так как так можно же было цвет менять так ну вот там был фабрик зайти но и в принципе можно было поставить просто рандомный цвет для всех наших изолент так что у нас тут получается давайте разворачивать данный объект повернул тут повернул и так повернул пусть будет где-то в этом районе пока будет 10 particle distance единичка так нам нужно поменять здесь что у нас пульта за настройки 95 93 здесь у нас будет 95 93 так ну и поставим допустим минус 4 так очень сильно его прибило давайте минус 3 вот лишь пока симуляцию приподниму так и давайте изменим данный объект по длине так но такие результат мне не нравится откачусь тогда эти настройки пока не буду трогать так сюда куда-нибудь подвину и симуляцию пока на время выключу так и так смотрим так нужно получить результат чуть подвину ее сюда здесь увеличу можно немного выдвинуть также увеличу понемногу и буду делать симуляцию так немного сюда так ну окей значит что можно это сделать нет все равно у нас давайте булавками так 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 и так и так ну наверное даже многовато этих складок получается так давайте вместо 10 поставим 8 или 6 так симуляцию запустим но даже так такой результат в целом меню устраивает ну все получается выделяем два объекта нажимаем экспорт и уже переносим обратно в блендер делаем рендеры ну кому что захочется ну тогда я думаю на этом все до скорых встреч с вами была команда бфг